30 лет вы производите прикормку? Раз, два, три. Найс. Я тоже заспойлерил. Заспойлерил? Да. Мне было, я не помню, лет 10. Это еще раз все вырежется. Я понял, про что ты говоришь. Насколько мне известно, во-первых, это нелегально. Я не знаю, как ты будешь это пускать в эфир. Не, ну серьезно, это конечно дурацкий вопрос. Я знаю, их часто задают. Сейчас, сейчас, подожди, давай. На счет три ты так делаешь. И зачем тебе это надо делать? Страник четко зашел. Да что, Шанин? Ебаные какие-то плоды. Ты не материшься, с чем это связано? Федерасты, это такой клан спортсменов. Всем привет, меня зовут Степаненко Дмитрий, я очень известный видеорежиссер. И вы на канале Путь Самурая. Сегодня у нас в гостях Петр Миненко. Меня как боксера представил какого. Всем привет. Петр Миненко, расскажи вообще, кто ты, что ты, чем занимаешься, что ты делаешь? Недавно мы вспоминали тогда, кто ты. Вот это интересная такая сценка. Ну ладно, не буду думать. Я профессиональный рыболов. Я уже так понял, что я недавно это осознал, что я профессиональный рыболов. Недавно я осознал это. Потому что я занимаюсь с детства рыбной ловлей. Ну, в принципе, вот и все. Это было самое короткое интервью на канале Путь Самурая. Бывает просто короткий путь. И в Самураи бывают разные. Кто-то живет долго и умирает в мучениях, а кто-то сгорает как мотолет. Петр Петрович, чем вы зарабатываете на жизнь? Мы зарабатываем на жизнь. У меня производство рыболовной прикормки. Много лет? Много лет. Бренду Миненко у нас фамильный бренд. Уже 15 лет в этом году исполнилось. А вообще профессионально мы производим прикормку. Точнее мой отец ее начал производить на таких промышленных уже масштабах. Уже, наверное, уже более 30 лет. 30 лет вы производите прикормку? Да, 30 лет. Я так понимаю, наверное, лидеры на рынке прикормки? Нет, сейчас мы не лидеры. Ну, одни, как бы, такие, занимаемые, так скажем, лидирующие позиции. Где-то, может быть, десятки лучших. Но в свое время были одни из немногих, кто вообще производил такой продукт. Сколько тонн прикормки производите в месяц? Это коммерческая тайна. Сколько денег зарабатываешь? Это тоже коммерческая тайна. Ну, хорош, ну плюс-минус. Плюс-минус. Ну, на недавних курсах я подсчитал и понял, что от 300 плюс получается в месяц. Окей. Как ты вообще попал в этот бизнес? Почему именно прикормка? Ну, так получилось, что хобби переросло в работу. Я всегда это рассказываю, что потом работа переросла в хобби. И когда уже надоело, что работа, основная работа превратилась в хобби, сейчас мы опять возвращаемся и все ставим на правильные рельсы, настраиваем. Ну, а получилось, ну, так получилось. Я, видимо, такой родился с такой... Как вообще твой отец занимался прикормкой, он сказал, давай и ты занимаешься. Так было, наверное? Нет, нет. То есть, он просто занялся рыболовным спортом. Это было в семидесятых, наверное, годах, прошлого века уже. Он был членом сборной СССР по рыболовне. И тогда мы даже начинали не с прикормки, он начал не с прикормки, мы делали поплавки. Я даже помню этот момент, когда был совсем маленький, и он помогал во времянке красить эти поплавочки. Мы там их клеили, собирали. То есть, вот первое, с чего мы начинали, это рыболовные поплавки. А потом уже где-то в восьмидесятых годах мы занялись... Ну, он сначала занялся прикормкой, потом, когда появлялись магазины у нас розничные, рыболовные, там торговали этой прикормкой. И вот оттуда уже пошло, пошло и пошло. А что для тебя этот бизнес? Это бизнес ради денег, либо ты действительно кайфуешь от своей прикормки? Да, мы сами используем прикормку. Конечно, кайфую, потому что это не смысл жизни, получается. Даже не смысл жизни, это вот с детства на протяжении всей жизни это все как-то трансформируется. Я от этого уходил, возвращался. Когда еще родители были вместе, я был студентом, такой где-то летал там, так наблюдал это все со стороны. А потом все-таки, когда я уже подрослел, я уже понял, что есть дело, которым я буду заниматься, развивать его. И вот этим и занимаюсь и по сей день. Ты считаешь, что это твой выбор или это навязанный? Нет, я считаю, что это мой выбор, да. Я считаю, что человек в любой момент может, если он осознает, что он делает, он в любой момент может поменять свой путь и сделать правильный выбор или неправильный, сделать какой-то выбор. Были моменты, когда я думал, что нет, это не мое, и я уходил в разные стороны. Ну, я понимаю, что это мне нравится, я в рыболовном спорте, я сам ловлю на свою продукцию. И просто, видимо, с возрастом понял, что когда ты что-то делаешь своими руками очень хорошо, это приносит действительно удовольствие. И нам абсолютно не стыдно за свой продукт, нам его нравится и производить, и продавать, и использовать, и советовать. Ну, поэтому, наверное, и получается так, что вот сейчас у нас хобби, все переплелось. Хобби, работа, работа, хобби. Есть, конечно, нюансы, которые влияют на, ну, есть моменты такие, все-таки и семейный бизнес, и хобби, и спорт, и работа. Процессы, которые требуют только такой строгости, какой-то такой четкости. Ну, я понимаю. Смотри, ты сказал, что ты рыболов. Ну, уже профессиональный, я думаю. Или рыбак. Нет. В чем разница? Ну, разница, ну, если придираться, как бы, то обычно рыбаков, ну, конечно, просто, ну, народ называет всех рыболовов, ну, рыбаками. И известный такой праздник, День рыбака, по сути, это профессиональный праздник людей, которые выходят в море, ловят рыбу. Да, конечно, в чем разница, я не понял. Рыбаки, это профессия, рыбаки, это те, кто разводит рыбу, кто ее ловит, в морях, в океанах, на различных судах рыболовецких. А рыболовы, это тот человек, который ловит рыбу ради процесса, ну, конечно, и ради рыбы тоже, но тот, который наедине вот с рыбой, наедине с природой, сам процесс рыбалки, вот это рыболовы. Конечно, есть, ну, такая грань не размытая между рыбаком и рыболовом, многие, конечно, этого не понимают, но, допустим, рыболовы и спортсмены, они, многие понимают, что они не рыбаки, ну, кто-то не обращает внимания, когда им это говорят, что там, ну, рыбак, он такой известный рыбак, но многие обращают, что все-таки правильно, что не рыболов, я считаю. Что для тебя самое главное в рыбалке? Вот за что ты ее ценишь? Я так понимаю, ты, ну, прям любишь ее? Ну, мне, конечно, нравится сам процесс, я часто шучу и говорю, что мне даже нравится рыбу больше кормить, чем ловить ее, ну, так как мы производители рыболов. Ну, вообще, я считаю, что не только мне это нравится в рыбалке, а большинству рыболов, может быть, не все задумываются об этом, а сам момент поклевки, сам вот этот момент, когда происходит вот контакт человека с рыбой через снасть, посредством снасти, через поплавок, через леску, вот за это оценят рыбную ловлю все, потому что вот этот момент поклевки, причем он в разных дисциплинах рыбной ловли, разные способы, он может быть разный, ну, и поэтому столько народу занимается рыбной ловлей, и ловит разными снастями, и разную рыбу, и кто-то выбирает себе там ловлю хищной рыбы, кто-то ловит морскую рыбу, кто-то мирную, кто-то крупную, кто-то все равно. кому-то на поплавок нравится смотреть, кому-то на кончик удилища, кому-то на сигнализаторы, ну, в общем… Петр Петрович, тебе понесло, ну, тебе реально носит иногда… Момент поклевки, да? Момент поклевки, да, то есть момент поклевки, это то, что… Конечно, многие оправдывают себя рыболовы, у которых не клюет, те, которые… Ну, зачастую это те люди, которые не знают, что такое прикормка рыболовная и не пользуются прикормкой Миненко, это понятное дело. Это понятно. Это была реклама, это вырежем. У нас здесь должна была стоять коробочка Миненко, но Петр в последний момент пожалел гонорар, и коробочка здесь не стоит. Не, ну, его пожалел гонорар, нет, ничем. Зачем? Смотри, а как насчет, ну, не знаю… Вываживания или прям вытаскиваешь трофей… Да, да, ну, это и такое… Помухать с друзьями на рыбалке… Нет? Да, ну, это тоже элемент для многих. Ты пьешь на ноги? Я начал пить, да, на рыбалке… Давно начал? Что пить? Ну, начал… Ну, я где-то с 35 лет начал пробовать спиртные напитки. Сколько тебе сейчас лет? Пока еще 39. То есть ты до 35 лет вообще не… Ну, я пробовал там что-то дегустировал, я там первый раз в жизни попробовал там водку, наверное, на курсе втором, наверное, или третьем. Пиво выпил на первом курсе, первый раз мне не понравилось, я его там не пил почти весь университет, я не понимал… А какой сейчас любимый напиток? Напиток какой любимый? Да. Я вообще люблю пить, я люблю жидкость вообще, люблю пить много всего. Пива? Нет, пива, нет, вода, не знаю… Какой любимый напиток? Тяжело. Прохладный. Прохладные мне напитки нравятся. Прохладные напитки, ладно. В общем, поклёвка. Поклёвка? Нет, ну это я… Как я это вижу, поклёвка. Конечно, есть много элементов рыбалки. Да нет, ну для тебя тут понятно, что каждому своё… Для меня поклёвки, и даже ожидания поклёвки, поэтому, что я говорю… Меня перебило, я начал, конечно, сдалека и зашёл через прикормку, опустим прикормку, да, и просто многие рыболовы оправдывают себя, когда у них не клюёт, и они просто говорят, что мы любим сам процесс рыбной ловли, мы любим природу, мы любим созерцать природу. На самом деле у них, видимо, просто не клюёт, и поэтому им вынуждены созерцать природу. Но вот когда вот поплавок… Поплавок… Стоячим как-то словом, да? Стоячим… Нормально слово. В висячем, по-моему, хуже слова, чем стоячим. В висячем поплавок. Если ты не к этому… Нет, не к этому. Что тебя тогда смутило о стоячем поплавке? Ну, звучит двояко. Двояко, да. Да, поэтому я долго подбирал слово, каким заменить, но у меня такое слово стоячий поплавок пришло на ум. Такой поплавок без движения, да, на зорьке такой вот. А ты так уже сказал стоячий, уже можешь его употреблять, что ты опять пытаешься его заменить. В общем, все любят смотреть на поплавок, да, который такой замер и вот в ожидании поклёвки. Все ждут, все равно все ждут момента, когда вот он начнёт шевелиться, какая-то пойдёт вибрация на воде. И вот этот момент, я думаю, что вот этот самый ценный момент. Конечно, там момент подсечки, уваживания, борьбы с рыбой тоже очень важен и интересен. Потом этот трофей. Ну, многие… Трофеи-то сейчас очень модно, да, трофеи. Рыбу ты там показал, сфотографировал, отпустил. Многие уже рыбу отпускают и правильно делают. Ну, все равно большинство-то все-таки ловят рыбу, чтобы её съесть. Вот. И поэтому не так сильно у них ценится трофей. Ну, как бы, может, в гастрономическом плане, в смысле этого слова. Может быть, они ценят какой-то трофей, что это очень вкусная какая-то рыба, они поймали. Ну, все равно вот момент, я считаю, что самое важное, это момент поклевки. Вот этот контакт, первый контакт рыбы со снастью, вернее, с человеком через снасть, вот это самое интересное в рыбалке. Ну, окей. Смотри… Ну, убедил, короче, да? Да не то, что убедил, я вспоминаю, да, это адреналин. Это адреналин, да. Я сам рыболов. Причем, когда ты её ждёшь, она такая, и когда ты знаешь, что она… Внезапно. А как ты знаешь, что скоро у меня внезапно? Ну, потому что прикормкой я пользуюсь, я знаю, что рыба приплывёт рано или поздно. А когда внезапно, это когда просто случайно, да. Там можно просто задуматься, ответить, и она клюнула. Нет, я тоже кормлю, но я кормлю там в основном кукурузой. Я беру мешок кукурузы и просто закармливаю место. Ну, непонятно, я знаю, что она придёт, но она всё равно внезапно. То есть она, ну, как бы у меня там… Я записываю, и в основном через два часа как бы начинается. Но для меня это тоже внезапно. Смотри, если я в Яндексе ввожу Пётр, как ты думаешь, какое вот самое популярное второе слово… Святой. Святой выдаёт. Нет. Первый. Это второе, кстати, по популярности. Да. Пётр Рывок. Знаешь, кто это? Пётр Рывок? Да. Я тоже, кстати, не знал. Это актёр, оказывается, какой-то. Везде фигурирует у тебя Менинко Тим. Что это за команда? Есть ли она сейчас и кто в ней? Ну, почему везде? Ну, просто у нас есть… В интернете везде. Да, Менинко Тим. Да, Менинко Тим. Ты постоянно на фотках. Менинко Тим, Менинко Тим. Ну, мы назвали свою команду. Да, мы свою команду. Это мои сотрудники, те, которые работают и на фирме, и те люди, которые ловят с нами вместе. И в том числе и я, и мой отец. Мы все Менинко Тим. Да, у нас такой, ну, можно сказать, ну, небольшой, да, такой костяк. Ага. Но мы выступаем на официальных, и не только официальных соревнованиях рыболовных, в разных дисциплинах. Это и поплавочная ловля, и донная ловля, фидерная, карповая ловля. В принципе, можем выступать и… Сейчас она… Ловить и хищную рыбу, и можем зимой половить, конечно, поприкалываться. Но у нас просто редко лед становится. Мы бы, конечно, попробовали. Вот. Ну, поэтому… Ну, Менинко Тим у нас называется… Команда эта, которая выступает в дисциплине ловля карпа. И мы просто больше, ну, более таки медийные. Поэтому в интернете, наверное, везде Менинко Тим. Вот поэтому вот сюда. То есть, ты утверждаешь, что ты умеешь хорошо ловить рыбу? Не, я не утверждаю. Я, как бы, давно её ловлю. Хорошо. Ну, ты… Сколько у тебя наград? Ну, я, как бы, их не считаю давно уже эти награды. Они, как бы… Ну, много, да? Много, да. Наверное, много, да. Ну, с детства. Первые соревнования у меня там были 6 лет. Я уверен, кто тебя знает, многие хотят с тобой порыбачить. То есть, попасть с тобой на рыбалку. Как это сделать? Да, некоторые ждут несколько лет и говорят, что обещанного уже 3 года ждут, а не 5, не 6, не 10. Ну, когда же, когда же? Как попасть с тобой на рыбалку? Ну, только воле случая какое-то должно быть. То есть, так позвонить с тобой договориться нереально? Ну, если только за большие деньги, я, конечно, буду этот воле случая приближать. Ну, короче, за деньги можно с тобой договориться. Если позвонить с тобой, договориться и заплатить тебе нормальную сумму, ты готов поехать с человеком на рыбалку на 3-4-5 дней? Сколько денег надо заплатить, чтобы ты поехал на рыбалку? Конечно, нет. Конечно, нет. Так нет или да? Ну, нет, конечно, нет. Конечно, нет. Да, нет. Если будут какие-то предложения существенные, там, ну, цифра и много-много нулей, мы, конечно, это смотрим, это предложение. А так, на самом деле, у меня много есть друзей, знакомых и просто хороших людей, которые, ну, не то, что в очереди стоят, они ждут этого момента, ну, просто не получается. Очень плотный график и у нас много соревнований. На обычной рыбалке-то я практически уже не езжу очень много-много лет, потому что у нас есть или тренировка, или соревнования, или тренировка, или соревнования. И вся продукция, которую мы выпускаем, она, в принципе, тестируется вот в таких вот сложных условиях, все новинки, которые выпускаются, они проходят вот условия сложной прессинга, там, сложной ловли, и только потом выходят в производство. Поэтому на обычной рыбалке, ну, я, бывает, один-два раза в год попадаю, мы часто куда-нибудь уезжаем, чаще всего на Волгу, и просто я люблю ловить спиннингом, то есть не теми сностями, которые мы ловим там на соревнованиях, просто отдыхаю. Самый забавный случай на рыбалке? Можно парочку. У меня есть много, конечно, случаев, но самый забавный, который я помню с детства на рыбалке, наверное, не совсем с рыбалкой связан, хотя, ну, конечно, через рыбалку все там есть, и водоем, там есть и снасть, и там и я маленький. Просто расскажи. Я маленький, а я рассказываю. Или ты хочешь просто рассказать, самый забавный случай на рыбалке, когда я поймал собаку. Все. Забавно? Нет. Вот. Поэтому я так и рассказываю, что получилось так, что я очень хотел поймать… Ну, ты уже заспойлерил. Заспойлерил? Да. Это уже спойлер. Мы уже знаем, чем он закон. Ну, ладно. Ну, расскажи. Да, когда я поймал собаку? Ну, ты же уже сказал спойлер. Все, уже неинтересно. Как ты так мог сделать, а? Ну, вы это вырежете спокойно и все смонтируете заново, склеите. Значит, вы это все не слышали, это все вырежется заново. Значит, самый интересный случай на рыбалке. Когда я поймал собаку. Мне было, я не помню, лет десять. Это еще раз все вырежется. Я понял, про что ты… Вы не слышали ничего про собаку. Фётр Петрович. Они уже дети. Они уже дети. Да. Вы не слышали ничего. Итак, заново. Самый забавный случай на рыбалке. Вот. Один из забавных случаев на рыбалке. Очень курьезный, конечно. Я очень хотел поймать рыбу. Мне было лет десять. Это было недалеко от нашей дачи. Возле Кубанского водохранилища. Папа был чем-то занят. Приусадебным участком. Я его все время доставал. Когда же на рыбалку? Когда же на рыбалку? Вот. Он говорит, так, бери бимчика. Это вельштерьер. Иди на берег. Вот тебе спиннинг. Я только научился забрасывать спиннинг. Ну, я его забрасывал в спортзале. Есть такая дисциплина – кастинг. По мишенькам кидать. Грузик на дальность. В детстве тоже этим увлекался. Иногда. Сейчас тоже кидаю на дальность. Вот. И он говорит, я все ждал. Когда же я буду ловить рыбу? В воду кидать, брешную крутить. И он говорит, вот тебе вот это. Я говорю, а что я буду забрасывать? Иди тренируйся там. Я приду и мы будем кидать воду. Я говорю, а что мы будем забрасывать? Он говорит, забрасывать-то нечего было. И он говорит, ну я взял с собой блесны. Блесны? Блесны. У него был какой-то уникальный набор блесен, которые он хранил. Он долго выбирал, какую уж мне дать, какую не жалко, вдруг я ее оторву. Выбрал самую такую тяжелую. Такая колебалка. Большая с таким тройником. И говорит, ну иди на берег. Там глиняный берег ровный. Бери бимчика. Иди тренируйся. А я через полчасика приду. А ты тренируйся. Воду пока не кидай. Тут ты можешь зацепиться и оборвать. Ты тренируешься, как в спортзале. Бросаю вдоль берега. И тренируйся. Катушку там открывай. Ну и все. Я понял. Пошел. Я такой счастливый был. У меня спиннинг в руках. Катушка. Бимчик где-то там потерялся в кустах. Непонятно бегает. Совсем молодая собака. Месяцев 6-7. Такая балмошная. Ну и где-то он бегает. Бимчик. А я тут один на берегу. И вот я забрасываю. У меня получается. Естественно. Я жду папу. Когда же он выйдет. И мы будем ловить рыбу. Вдруг я кого что-нибудь поймаю. И в очередной раз, когда я забросил. Я выматывал эту блесну. Блесна по берегу болочата. Брончит. Железненькая. И тут выбегает бимчик. Видит, что что-то движется. А так как это терьер. Он такой темпераментный. Он видит, что движется. Надо атаковать. И бежит. Я понимаю, что там же тройник и бимчик. Бежит к блесне. Думаю, надо же быстрее крутить. Чтобы бимчик не успел. Да. Но если бы я бросил бы, наверное, он железку не трогал. Но я так крутил. И все. Был четкий выход. Бимчик зашел на блесну. Я вижу, что он открыл уже пасть. Думаю, надо выдернуть у него блесну из пасти. Чтобы он не дай бог. И произошла четкая подсечка. Тройник четко зашел в губу. И я начал вываживать бимчика. Я спиннинг в дугу. Фрикцион трещит. В общем, все как в лучших традициях. Кино. В общем, вываживал я бимчика. Потом я понял, что он там сковчит. И ломанул в противоположную сторону от меня. В кусты. Я понимаю, что там, во-первых, бимчик. Я понимаю, надо фрикционно слабить, да? Бимчик. Жалко бимчика. Плюс блесна. Которую папа очень дорожит. Что делать? Непонятно. Я ребенок. Бросил, конечно, эту снасть. И побежал за бимчиком. Когда снасть начала меня обгонять. Я понял, что бимчик бежит быстрее, чем я в кусты. Я понял, что я бимчика не догоню. Я схватил опять спиннинг. Решил его притормозить, бимчика. В общем, хорошо шел мой крестный. И сказал, что плоскогубцы у него были. Мы, короче, сделали небольшую операцию бимчика. Откусили тройник. Получился двойник. Очень долго он смеялся. Я расстроился, плакал. Мне было жалко и бимчика, и блесну мне было жалко. В итоге папа тоже долго смеялся. Говорит, ничего страшного, на двойник еще лучше клюет. Но рыбу я тогда не поймал в тот день. Первый мой трофей, приловлен спиннингом, был Вельштерьер. А так, конечно, историю их масса. На хищника сразу тебе не залилась рыбалка. История была масса. Тяжело даже вспомнить какие-то такие курьезные истории. Можно какую-то не то, что там веселую, а там что-то необычное было прям из ряда вон выходящее. Вот любая история подойдет. Сможешь вспомнить еще? Это классно. Ну, я как бы люблю веселые истории, веселый с концом. Веселый с концом, давай. Ну, были курьезные истории, когда там, и отец мне рассказывал, когда там ловили, при забросе ловили чаек, или ворону даже. Вот случайно там пролетала, леска там вокруг нее, ворона падала, воду била крыльями, пугала всю рыбу, ворону выматывали, отпускали. Ну, с птицами очень много истории. У меня знакомые ловили уток, которые ныряли, кушали эту кукурузу, вместе с насадкой, клевали как рыба, они ее тоже уваживали как рыбу, потом в итоге оказалась утка. Вот. Еще интересная история случилась с моим дядей, который пошел на рыбалку, увлекся рыбалкой, он очень поздно там уже, когда он был таким зрелым приклоном даже возраста, и пришел на дамбу, на дамбу, где было много рыболов, сидело, и он еще заметил, говорит, взяли дамбу, побелили, думает, что за белая какая-то, побелили белая, вся бетон белый. Ну и все ловят рыбу, рыбы много, он говорит, я сел, пришел поздновато, ближе к вечеру уже, и я только сел, начал клевать, а все смотрю, прям дружно начинают сматываться, куда-то уходить, не понимает, клюет, куда-то уходит, зачем они это делают, все, он ушел, это в черте города, не будут сливать точки, рыболовы не любят, когда делятся такими местами, где вошел чек вьет. И когда все ушли, он не понимал, почему это происходит. Это была поздняя осень или даже зима, и в это время, в это место со всех мусорок городских слетались чайки. И чайки, конечно, прилетели туда, и на дядю, конечно, внимания не обращали, они просто массой начали летать. В общем, и дядя через какое-то время стал тоже такой же белый какой-то бетон, и пешком шел домой, он приехал на общественном транспорте, пешком шел домой. Я понял, покрасили бетон. Зачем покрасили бетон? Зачем покрасили бетон? На дамбе, да? Ну, если опять к животным вернуться, очень интересная история. Я сейчас думал, зачем там действительно покрасили бетон, как ты мне рассказал. Они не покрасили, да. Интересная история была, когда удочки только начали появляться, знакомый купил удочку какую-то дорогую, карбоновый, углепластиковый, все ловили только на бамбуку, это еще в те времена, еще советский. Вот. И они ловили на какой-то дамбе небольшой, камыши были сзади, и коровы шли, ну, рядом с ними, куда-то там, на водопой все время. А рыба клевала крупная, сазаны, леска мощная, удилища мощные, крючки мощные, вот. И удочка дорогая по тем временам была, то есть рыболов очень дорожил своей удочкой. И вот, не обращая внимания на вот этих коров, которые шли рядом, при очередном забросе, зацепился за корову, к корове стало больно, она побежала, и насколько вот рыболов ценит свою снасть, он не бросил снасть до последнего, и то есть вот за коровой там куда-то в камыши метров сто прошуршал, но снасть не бросил. И она поварила и сколько она была крепкой, а снасть и т.д. тоже не оборвалась, корова просто сошла. Повторijk, он просто не бежал со снастью, он просто упал, показ держал до нее, корова бежала. И он просто волочился и ничего не Birth 시к subscribe, корова просто сорвалась. неожиданный вопрос конечно я могу подготовиться и вспомнить какие-то другие истории интересные их мы их много действительно их очень много интересных историй дайте достаточно нет очень я вспомнил очень интересно это все были с детства там с кем-то вот недавно случилась история но не недавно такая история из двух серий можно сказать вот этот про нашу команду меня к тем я тоже иногда и рассказываю есть интересно очень озеро с очень крупной рыбой называется это озеро медвежка можно слить информацию где-то озеро с очень крупной рыбой очень крупной рыбой ну просто не все туда могут доехать сейчас к сожалению вот и чему ну это немножко за территорию за территорию российской вот и ну мы там были один из первых разов очень нам раз озеро и случился курьезный случай вечер привезли там нам еду это было соревнование и было организовано питание и в каждый каждый день в одно и то же время вечером привозили еду и вот как раз только что был у нас клев и вот он как вот по сигналу как только солнце начинает спускаться он заканчивается мы это знали и в это время привозили еду ну и все мы подготовились трапезе и нам организаторы соревнований подарили бутылку сухого вина белого она управлялась в воде долго очень охлаждался несколько суток мы в этом еле нашли думаю нам же завтра уезжать соревнования подарили подарок надо попробовать тем более ужин как бы все месту и вот получился такое совпадение такое мы это вспоминаем часто когда штопор штопором открывали бутылку и привезли мясо привезли мясо шашлык игру о белая над было красная кашину ну будет белая и открывай ну белая к рыбе и и в этот момент поклевка просто ведь белая к рыбе мы это часто в момент вспоминаем поэтому иногда даже пробовали вдруг это будет закономерность очень часто вам белая к рыбе и ждали ну и даже были конечно совпадение когда она просто клюет без остановки но вот этот момент очень хорошо запомнился и от прошлом году мы вернулись на это место в этом вы на это озеро рыба еще там стало крупнее и вот к одному и к одной из рыб приклеилась наклейка из-под вина укрытина на мешке у нас было для взвешивания мы когда рыбу открыли а у него здесь такое мы охлаждали просто на вино вино было херес херес массандера можно говорить на самом деле бренды да можно сюда вот и мы карпа этого назвали херес поймали она на нем была приклеена от вашего вина нет мы его поймали посадили в мешок карповый где охлаждалась раньше вино в этом этикеточка видимо там отклеилась а пока там карту это мы за 60 год не в этом грамм как соревнований какой спустя год просто интересная история очень интересно можно смеяться начинать что я ну сразу видно что ты вообще не сечешь довольно так как скажешь до сравнению с тобой конечно не не новыми думе в рыбной ловли именно спортивная но я знаю что такой мешок я знаю что я знаю как прикормят как вываживают там как ловить так те уже праздночно соревнованиях не на соревнованиях я вряд ли смогу хорошо все так думаю вы зря сам я перестал даже есть на простые рыбалки а просто езжу на соревнования просто помимо того что процесс не нравится рыбной ловли мне еще нравится процесс рыбной ловли в рамках соревнований это но это это гораздо интереснее но если возьмешь я поеду не надо видишь на соревнования я приезжаю с кальяном шашлыком на рыбалку последние года три общения на рыбалке не пью но с удовольствием бы еще пивасика можно дернуть так садишься кальянчик шашлычок покушал папа курил и часто еще и когда там чем-нибудь жаришь или кальян куришь клюет это вообще супер все бросаешь туда бежишь прямых этот адреналин тоже от обожаю как то вот так вот просто спокойно сидишь разговариваешь там с друзьями там о чем и на поклевка иногда и все скакивает и все падает и когда идут просто ну или там что-то делать вы можете карпятник да мне я как 5 мне нравится как бы и щуку ловить на лиманах ездим но вот по карпу я прям и один раз попробовал и все то есть я раньше ловил там караси почему ехали там за 120 километров от города чтобы половить карасей там и и я вспоминаю это со слезами на глазах зачем это делали но вот мы знали одно место думали что там только можно у меня был большой промежуток между рыбалками в тесте я постоянно на кубани ну расскажи какой интересный случае ну интересный случай не прям что там супер интересные ну парочку расскажу быстро первый раз это мы мы ловили на закидушку то есть это в ложке плавишь свинец леска там за как мой палец толщиной я был просто там пацаном и мы короче какие-то кидали ее на кубани у нас там червячка и у меня секретная была приколка это на спиральку это хлебушек в маслице на пахло чесночка чем нет извини не было таких учителей просто в масле достаточно было вот я закинул вот и поклевка то есть вешается колокольчик она там поклевка все вытаскиваешь ее а там такой как бы обрыв вот и ну там не знаю но полметра наверное ну там чуть она обмелела купать и я вытаскиваю и вот так вот прям поднимаю и вот уже вот она уже и рыбала так прям срывается и под огромный карась прям огромный то есть мы же рыбаки да с таким глазом я еще маленький был огромный карась ну конечно не такой естественным такой но может быть такой для меня тогда я показываю такой ну по сравнению с тем мы не просто он и он же вырос затем за те годы он конечно сейчас вот такой да стоп если он не умер ну я не буду спалить вот чему он падает а я там пом с отцом и с братом они все-таки типа ну вот типа ну рыбак ты какой я смотрю он просто так упал пашмя и лежит дыхание разбила и я просто за ним туда прыгаю на стоянную я не для меня это было ну нет это впервые такая большая рыба мне было я просто прыгаю я не знаю как там я так прыгаю хватаю руками и выкидывал просто на берег то есть его нету больше он не вырос нет мы его пожарили на сковородку да я уже за не размечтался такой король такой карат добрый день я степаненко дмитрий основатель и режиссер студии сидей мы занимаемся созданием мультиков фирменных стилей логотипов их анимации для компании и частных лиц мультики делаем под ключ это значит напишем сценарий предложим разные стили персонажей сделаем звуковое оформление а можем вообще сделать все без вашего участия мультики создаем на любом языке мира и уже через 14 дней у вас будет готовый продающий информационный имиджевый или рекламный мультик над созданием одного мультика работает от 5 до 10 человек процессы на всех этапах контролируются режиссер мультики помогут объяснить вашим клиентам как работает или что из себя представляет ваш продукт или услуга сможем рассказать за минуту о вашей компании и повысить доверие к фирме оставьте заявку прямо сейчас и мы бесплатно нарисуем вас как персонажа для вашего будущего мультика вопрос из зала ты отпускаешь рыбу или нет ну большая часть конечно пускай но и к этому на прийти да есть такой принцип многие не отпускают я не отпускаю я его тоже нормально у меня много родственников и я если наловлю много я езжу там бабушкам дедушкам и и там родителям отвожу не тоже так раньше делали вот и вопрос такой почему нужно отпускать почему не нужно отпускать и почему между теми кто отпускает они отпускают такой конфликт есть конфликт у тебя сейчас есть много конфликтов нету нет 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 есть как бы группа лиц но обычно это те кто отпускает рыбу они конечно не когда доходят до этого до понимание того что надо рыбу отпускать или они принципиально отпускают всю рыбу это есть такой принцип catch and release и в принципе его пропагандируют в основном он карпятники те кто ловит карпа на безопасный монтаж отсюда и безопасный монтаж и они рыбу отпускают они ловят большую крупную рыбу для них это трофей для кого-то это соперник для кого-то чуть ли не друг но это все очень индивидуально и отпускать рыбу к этому надо прийти я также помню когда я был маленький детстве в юношестве я понимал что поймать рыбу ну то есть это еда и принести рыбу домой показать что ты поймал это видимо заложено каждому мужчине об этом все знают это уже известная тема вот ну когда человек но доходит до понимания процесса и созерцания природы и рыба ему собственно не особо не нужна и он понимает что нужно много рыбы и он в принципе не голоден и вообще он хочет заморачиваться чистить эту рыбу он и просто не хочет убивать и и многие к этому приходят через вот это большое количество поимки рыбы раздавания бабушкам просто у них что-то меняется и таких людей становится больше это принципе хорошо потому что я считаю что вообще как бы крайности я против крайности есть люди которые просто говорят что надо всю рыбу отпускать и они не любят тех людей которые рыбу забирают и постоянно потакают им тем что что тебе нечего есть ты голодный что ли умираешь да она банально вкуснее покупной согласен коснее покупной да поэтому я считаю что нельзя попадать крайности но это и если человек решил что он съест рыбу значит он должен поймать и съесть а вот все-таки раздавать бабушкам если он решил и его убеждения говорят о том что рыбу он пойману рыбу отпустит несмотря ни на что то есть это его личное убеждение где-то сравнивают и верой так скажем бога то есть у этого каждого свое каждый приходит к этому разными путями кто-то уходит сходит с этого пути кто-то остается кто-то заморачивается дальше но это это очень личное поэтому когда есть конфликт я считаю что это неправильно когда кто-то навязывает кому-то свое мнение и поэтому я в этом плане не поддерживаю карпятников но я считаю что это бессмысленно доказать пропагандировать это и как-то рассказывать это доносите до какого-то круга рыболов что почему это и это делаешь это это нормально а как-то когда это ведет конфликту и агрессивно свою точку зрения цвадь это неправильно поэтому мы конечно я как карпятник но я называю себя карпятником что я выступаю в дисциплине ловля карпа естественно мы на соревнованиях отпускаем рыбу ну когда ты уже отпускаешь все время и смотришь на этих карпов больших они реально большие красивые ты понимаешь что тебе не нужна рыба чтобы есть ты не хочешь забрать там чистить эту рыбу не хочешь просто не хочешь убивать некоторые уже приходят тому что они не хотят убивать живое то есть они готовы купить рыбу магазине разделанную или уже готовы но они не готовы сами убить рыбу ты ешь рыбу ем конечно мне нравится рыбу я ем рыбу всякую я могу поймать рыбу для еды но я перестал перестал раздавать рыбу я ловлю сейчас рыбу для своих детей я езжу там на волгу или там на рыбалку куда-нибудь где ловится хорошо рыба я знаю сколько примерно надо мне рыбы про какой-то запас да ты поймал привез домой дети поели я ловлю там все довольны судаков там самов карасей многие там карпятники сейчас упадут со стула и если узнает что я там ем и карпа потому что ну я считаю что в крайности впадать нельзя есть карпятники которые как-то друг к другой рыбе относятся не особо уважительно то есть ее можно съесть убить и все-таки а карпа у них священные я в этом вопросе их абсолютно не поддерживает но отлично смотри аминь вот так в одном из интервью у тебя было я читал миненко петр петрович заявил стеру что больше всего любит спиннинг и никогда не перейдет на фидерную ловлю интересно что интервью вот ну это не то что там я больше всего люблю спиннинг я действительно люблю ловить на спиннинг потому что это те моменты когда я на рыбалке то есть я и тогда я уже где-то тот рыбак которого который в топ-то представление о рыбаках когда ты просто человек на рыбалке единение с природой он отдыхает душой и телом ловит рыбу который еще к тому же можно съесть вот тебе есть вообще ненависть фидеристам не их троллю конечно мне очень рад который сказал фидеристы я так очень фидеристы но правду я не так я говорю не тогда можно ведь я говорю федерасты и тут он повесил на кончик удилища зеленый бубенчик господи петр петрович они же дети фидерасты это такой клан спортсменов любителей донной ловли которые смотрят на удилище на кончик удилища загнутые ждут поклевки то есть сигнализатором поклевки является кончик удилища и они вот сидят все такие близорукость это когда только вблизи видят относительно близорукие смотрят на этот кончик удилища и ждут когда он же дернется чтобы подсечь его на самом деле это очень народная такая очень сейчас модная снасть и популяризация идет именно этого способа ловли я конечно шучу в большей степени но мне мне не особо нравится ты знаком с бизнес молодостью таком как те впечатления них сейчас я их называю ну я в шутку их и раньше называл сектой секта я считаю это секта ну хорошим но хорошем смысле этого слова это конечно слово такое немножко таким негативным оттенком а мы даже немножко ну секта но это такая но это я придумал в этом мои определение секты секта ну потому что это потому что это секта до них программу донин недавно проходил для и несколько лет проходил назад решил вернуться до как-то не понравилось почему не правда очень мне понравилось результаты есть и я туда иду даже уже не заряжаться энергией если в первый раз я туда случайно попал по настоянию своего друга который просто меня так бы смотрел как я стараюсь на бизнесе что-то как слепой котенок там сам придумывать все уже придумано как бы ну ты иди изучай вот я ему всегда не это какой-то развод это секта какие-то мне не нравится там движение вы да нет ты можешь относиться к этому как хочешь но там интересно действительно материал это будет действительно скачок какой-то рывок ну тебе понравится иди и я долго отмазался и он не просто принудительно записал и сказал что если мне не понравится то и он вернет мне деньги он за меня заплатил он не заплатил я конечно не чаю да ну и так получилось что я на первый погода пришел первый раз я конечно смотрел на это все мне было непонятно все как-то дико я думал что не туда попал совсем не тот формат и я хотел уйти я можно сказать стал и ушел и уже вышел и думаю и только как бы уважение к этому человеку не позволило и какое-то воспитание не позволило мне уйти и я подумал ну нет ну как же так человек старался до меня не просто также наверное думаю нет надо посмотреть попробовать еще я вернулся на занятия на первое потом пришел на второе мне как бы первые два занятия я присматривался а потом понял действительно что там очень много интересного можно чего почерпнуть что можно внедрить то есть и вот с того момента как бы пошел более качественный так скажем подход к бизнесу поэтому через несколько лет я решил попробовать уже этом со своими сотрудниками их туда как-то там чтобы они понимали что мы были на одной волне ну и всегда всегда полезно взбодриться все равно конечно аудитория молодая там такая безбашенная хорошем смысле этого слова много очень интересных людей попадается и я считаю что ничего не бывает просто так и даже те встречи которые там были они в принципе имели какие-то плоды ты не материшься с чем это связано не знаю как-то с детства так пошло я считаю что у нас русский язык настолько богат что можно найти слова не употреблять хотя многие считают что русский язык без них не русский язык это каждый вправе считать как он считает ну я считаю что но если это матерные слова и это это плохо хотя я сейчас это понимаю так уже у меня в привычку вошло не материться но сейчас я понимаю что разный контекст может быть и с разных уст и разных ситуациях это по-разному звучит конечно бывает так что бывает очень уместно или у кого-то это прям льется как вообще как стихи а иногда бывает так что вы прям действительно это настолько грубо уж и сворачиваться в трубочку и вообще очень некрасиво просто у меня такое убеждение я считаю что это мне это не надо я это не употребляю но я на уровне мысли я ими даже не мысли поэтому я их не употребляю если кто-то просто хочет как бредную привычку бросить там как курить я думаю что это тяжело взять если человеком матерился много лет вот он взял и не материться ну тяжело момент я не знаю просто не матерюсь и все это я не думал что это какой-то достижение великое еще что особенно смотри я у тебя в инстаграме нашел два любопытных фото я сейчас тебе их покажу да выскочим ну и прокомментирую что это ну вот это массандра это массандра что это не то да и там есть массандра это который покажу я рядом с ней рядом это растение это конопля вот очень часто я решил сделать интересную фотографию я так как я люблю по жизни там троллить как-то я иногда там выкладываю отчеты на всяких форумах вот знаю что это очень такая интересная тема живая все они так реагируют там конопля конопля причем все реагируют начиная от обычных людей там чуть ли не подростков заканчивая всякими там таможенниками которые цепляются за слово конопля всякими там сотрудниками внутренних органов органов внутренних органов это конечно мочканул до внутренних дел или орган где внутренние органы и он я знаю что есть внутренний орган внешнего раз ты просто разогреть пока на и выращивать нет конечно ты чё хочешь со мной сразу приехали конечно нет это растет за пред пока монтаж две недели есть ну вообще на самом деле рыболовы на не знают что семя конопли это очень классная добавка в прикормку особенно жареная или запаренная семя конопли очень рыбы очень нравится причем всем рыбам семейства карповые нравится конопля естественно что и многим людям нравится конопля ну мы к этому не имеем отношения да это их это их проблемы да но так как я еще биолог по образованию я знаю как выглядит конопля и она растет очень многое растет он в лесополосах на берегах рек да просто да кто если интересуется просто надо просто изучить как внешний вид листики там чем пахнет это такой life по этому лайфхак класс нормально оставить ну конечно мы все остались конечно лайфхак нет это у вас у сектантов а у нас лайфхак блины какой-то факультет в институте в нету фак это именно то что все многие подумали хорошо что я просто нашел она конечно росла мы там решили приколоться там сделать фотографию да и все ну если вы говорите уже курьезных случаях да мне я знаю что мониторится как бы вот эти все интернетовские объявления и ну там интернет все интернетские объявления мониторятся но сейчас же у нас информационное пространство сейчас же все уже не прозрачно ну да telegram закрыли за что они не разрешили да вот такая на форумах и представляешь у кого-то там у какими сотрудников высвечивается там что куплю коноплю или там продам коноплю 100 килограмм там или способ там заваривание конопли то есть естественно пришлось этим людям которые занимаются этой хорошей работой полезной для общества им пришлось вникнуть и и понять что есть определенная группа лиц и и она очень большая это прямо не знаю каждый третий мужчина в россии рыболов что они многие из них значит такое конопля и не в том понимании в каком-то плохом а что это действительно очень полезно семя конопли и жареная там запаренная что это просто супер добавка в прикормку да очень полет на ночь и улыбается все равно все этот вопрос этот вы про коноплю всем так интересно не назвал тебя другим именем серьезно все таки все таки знаешь когда плюс какой-то другой ряд петр петрович когда к тебе приехал на двой завод завод она громко стояла два мешка с коноплей семя конопли давай тоже до уточнять хорошо семя конопли два мешка да ты вообще курил когда мать коноплю нет я вообще никогда не курит никогда я курил два раза это было обычно но в канаре юни раз ни разу и когда мы заваривал ты употреблял чтоб тебя торкнуло нет нет необходимо сделать чтобы все все жизненно попробовать ты придерживайся таких принципов ну мне интересно не просто знаю что многие употребляют как не было драться насколько мне известно это ну во первых это нелегально я не знаю как ты будешь это пускать в эфир конечно ты сумасшедшие нее и не особо известный режиссер я понимаю что тебя всего там 200 просмотров будет из этих двух смотров просмотров извините 400 из этих четырех просмотров там могут быть не те люди которые заинтересуются этой информацией они то сразу поймут что я как бы я дома два мешка конопли да они у меня до сих пор там и не дома у меня на производстве у нас семья семья конопли да у тебя может сотрудники там подворов этого там боли ну не знаю для меня конопля это слушай птичек кормят коноплю продается семья конопли продается в магазинах зоомагазинах да и вообще это не запрещенный какой-то это слово какой-то возвели в культ вот эта конопля и вот эти наконец-то эти сотрудники которые мониторят чего-то они понимают 6 рыболовы их вообще можно не трогать а есть короче а есть страна нидерланды и прочие страны я понял который выращивают тюльпаны я понял одно цена за рыбалку с тобой выросла теперь вдвое потому что мы вдвое мало того что ты знаешь как ловить рыбу ты знаешь как найти коноплю в любом любом месте просто что вы стали сделали как вы выкнули или что или скормили рыбе ну вот на фотографии была конопля вы что с ней сделали потом да ничего она просто соку мы выкинули она просто сокла мы его уничтожили вы ждали пока она засохла я думаю это последнее интервью вообще больше вы этого человека не увидите блиц отлично люблю блиц знаешь такой блиц нет конечно нет не знаю я просто думал как вообще финалить интервью и финал я забыл стадает мне понравилось свои истории про рыбную ловлю и финал и вот и про комментарии фотографии все что она поможет дота 2 или паб джи вообще не в курсе про что ты говоришь бизнес молодость или ловля на фидер бизнес молодость конечно бузовая или шанин шанин ты чё ты вспоминал да я такой думал ну да естественно только шанин хорошо соло в мид или триплой в хард не понимаете еще раз повтори слова сочетания буквами каких-то слова у меня уже истерика пользу этих фотографий глазами стоит так фотографии торт ну ее мою до хорошим кстати спасибо за подгон соло мид или триплой в хард у меня второе больше словно триплой триплой он что-то там хард это мне кажется со стейками что-то связано то есть соло в мид тебе больше нет триплой вот этот как триплой ты хочешь да да на саппорте или на этом сам на керри герои но это если ты стрип лойдешь карты там сапоги лечи не понимаю может конечно вот это растение она поможет наладить какое-то внимание я вообще не понимаю чем ты спрашивала хорошо рыбалка или секс а если рыбалка это секс у меня написано рыбалка или секс тут нужно выбрать секс окей деньги или слова деньги поход в баню или пиво с раками ну вообще пиво с раками пошел баню сейчас нахожу российский футбол или бодибилдинг это тоже одно и то же это извращение что мне не хотел обидеть будет бюлеров они такие здоровые хорошо в российский футбол смотри пошел болельщик вот прямо сейчас появляется джин 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 из волшебной лампы метафора слыша ты пересмотрел эту фотографию но на те начало влиять и я понял джин прям сейчас появился джин и он может выполнить одно любое твое желание какое ну вот мне надо прям срочно переместиться через 15 минут быть в другом краю города мне вот как бы хотелось бы туда не опоздать нет это похоже он из всех желаний которые ты реально можешь исправить и пожелать бы это да нет конечно серьезно не ну серьезно это конечно дурацкий вопрос я знаю их часто задают дурацкие просто то что у них невозможно ответить потому что ну здесь можно уходить как куда-то в какие-то глобальные вещи там чтобы не было войны и сейчас да уходишь да это как я человеку пошли на этот вопрос невозможно но если как бы вы хотите чтоб я там чтобы не болели диете там и тому такое что не сказал хочу услышать твое желание слышал несколько желания вполне адекватные обычные желания мирские и не то что не было войны ни разу не было или там не болели еще тогда просто твое желание какое-то вообще идет но если вот что ты жила в этом в этом контексте когда я даже разры джин и из мало с мамой поговорил бы поговорил бы хорошее желание отлично я рекомендую всем поговорить там надо заправить ее красиво чтобы вот это сюда ну куда да ну да сюда я сделаю еще ничего в кепках не выброшу а вот сюда в дырочку да дырочку да звук ты такой сдавал такой только громкий а громче можешь не не один раз часа сейчас подожди давай насчет 3 ты так делаешь и что-то зачем тебе добрый вечер ты такой что я даме есть такой анекдот хороший или белая к рыбе давай насчет 3 давай раз два три я не знал что фотография так может действовать нет и в теме ладно перемещаемся обратно в наш мир петр петрович взял с собой шикарную кепку и мы ее разыграем он не придумал вопроса его придумал я в комментариях напишите самый необычный вкус для его бойлов который он сможет потом применить и на который может клевать рыба пишите если вы не знаете что такое бойлы по google просто пишите если вы не значит такой бойлы подпишитесь на нашу группу у тебя есть по моему группу в контакте подпишитесь мы вам объясним что такое бойл группа прикормка миненко называется мы там отвечаем на все вопросы я лично отвечаю найдите меня в фейсбуке и в инстаграме петр петрович у тебя там youtube же канал есть у меня да youtube канал у нас есть миненко team тиви но ты можете называть я просто сюда но у нас там чуть чуть побольше подписчиков чем у тебя конечно может две тысячи там было мы вообще его не развивала гравдаш конечно а вы еще и вы не развиваете две тысячи подписчиков вообще не развиваем да но мы планируем они растут как на дрожжах столь не и не как на дрожжах сколько лет 2000 накопилось было за 3-4 но нормально сами там кто я думаю там тоже боты принципе как у тебя три четыре меня тоже будет 2000 я не уверен в конце года будет 100 тысяч окей разыграем пишите в комментах пишите ему в комнату типа каковы вкус дали с чем может быть какой начинка я вам подскажу заходите на нашу группу вы там напишите в комнату это меня на кости никак не говорили ну хорошо оставим ссылку в его группу естественно всем спасибо за просмотр а также не забывайте там ставить лайк или постить это дизлайк можно ставить не но если не понравилось ставь дизлайк что тут никто не заставляет и помните что у каждого свой путь путь самурая все сюда а и Субтитры сделал DimaTorzok